Новый дом в новом году. Это реально. Компания «Стройгарант Анапа» приглашает на Черное и Азовское море. Жилой комплекс «Жемчужина». Встречный. Азовский. Морской. Свой дом у моря – это реально. «Стройгарант Анапа». В эфире канал «Стройгарант Анапа». Здравствуйте. Сегодня мы находимся в очередной раз в жилом комплексе «Азовский». Это город Тимрюк. И наша программа сегодня будет посвящена некоторым из этапов строительства. На данный момент мы видим, что один из этапов – это механизированная стяжка пола. Процесс на самом деле достаточно трудоемкий, но тем самым эффективно имеет много этапов. Один из которых, вот видим сейчас на заднем плане, ребята утра сегодня лопатами, не переставая, вот закидывают специальную смесь в аппарат, который подает по трубе уже этот раствор в помещение. Ну, а там тоже работают специалисты. Одна из главных особенностей механизированной стяжки заключается в том, что жидкость не протекает в пустоты. Количество воды в полусухом составе настолько мало, что она всегда вступает в химическую реакцию с цементом. Полусухой материал содержит только тот объем влаги, что нужен для процесса твердения. Есть возможность подзнакомиться с аппаратом. Именно в этом бачке происходит такое смешение смеси. И уже отсюда под давлением, колоссальным давлением, по трубе поступает этот раствор непосредственно в помещение, где происходит стяжка пола. Это сейчас, на данный момент, современная тенденция, вот именно механизированная. Она упрощает работу, она очень быстрая и она надежная. Ряд плюсов, о которых мы сегодня еще узнаем. И один из самых важных моментов, элементов работы, это затирочная работа, чтобы пол был, скажем так, идеально ровный, потому что в дальнейшем на него будет ложиться ламинат, плитка. И хотелось бы обратить отдельное внимание, что специалист работает в специальных таких тапках. Они похожи на снегаступы, но это, наверное, стяжка ступы, да, какие-то? Как называется? Ласты называется, правильно? Это называется ласты на профессиональном языке. Уверен, что достаточно неудобная обувь, но, тем не менее, главное, что она практичная. И вот на стяжку пола, в нашем случае, это дом 50 квадратных метров, уходит 2 часа работы, то есть, благодаря совместной работе, это работает 5 человека в звене, это своего рода конвейер, то есть, представляете, за 2 часа 50 квадратов качественной стяжки, это здорово. Ну, и еще очень важно на объекте, когда работаешь, это касается, конечно, и нас тоже, соблюдать технику безопасности, потому что вот у этой трубы настолько сильное колебание, волнение, в любой момент она может деформировать и ударить по ноге, и тогда, мало не покажет, синяк будет обеспечен точно. Уже через почти что двое суток можно приступать к следующему этапу работы, то есть, заниматься целиком и полностью полом. Это плитка, это ламинат, в общем, 2 дня, пол готов, следующий этап строительства. Еще один, уверен, важнейший этап строительства – это крыша, кровля. Здесь самая первоочередная задача, вот ребят, которые сейчас на заднем плане работают, правильно, точно, четко установить стропила, ведь именно от этого зависит надежность, долговечие и качество вашей крыши. Но специалисты работают на высшем уровне, все это мы видим прямо сейчас. Конечно, в возведении дома много различных этапов строительства, некоторые из которых мы сегодня увидели – это, конечно же, крошка в постройке целого дома. Так что следите за нашими эфирами, мы будем показывать эти этапы строительства. Подписывайтесь, ставьте лайки и, конечно же, пишите свои комментарии, пишите, что вы хотите увидеть, задавайте вопросы, мы с огромным удовольствием на них ответим. На сегодня это все, до новых встреч, пока!